Смотрите Шаин-влог! Здорово, наш мэр нас не отпускает. Пришло смс, что у него есть для нас сюрприз. И вот сюрприз доехал до нас буквально через полчаса. Я очень надеюсь, что это только на одном углу нашей улицы произойдет. Я и не буду то же самое повторять здесь. Короче, Гринберг борется с тем, чтобы его видео вставляли в YouTube. Потому что это вставлять, это сразу заблочится из-за копирайта. Теперь они используют известную музыку. Как это зачем? Это подарок? Это же ноу-хау теперь. Ну вы догадались. Это уже день... Это вчера было, да? Ну то есть следующий день, ребята, каждый день. И теперь у нас просто... Они проезжают зачем-то целый... Лакбомер, но почему нужен целый автобус? Теперь уже просто они на платформе поставили какую-то инсталляцию, блин, достойную какого-нибудь начальных классов. Вон, кричат. Наш бюджет тратится куда нужно. На самые нужные вещи. На самые нужные. На социальные проекты, я бы сказал. На развитие. На социальное удовлетворение горожан. Такой бред вообще. Купил сегодня себе вот такой вот крем для волос, который покупаю себе обычно. После того, как попробовал его, больше пытаюсь не покупать ничего, потому что все остальное не подходит. Не то, что у меня какая-то великолепнейшая укладка или прическа, но это то, что мне подходит. Но 75 шекелей стоит. 70 мне продали сегодня, да. Ти-3 называется. Чайное дерево. Подсмотрел у своего парикмахера. Причем он пользуется уже другим. О, ну. Он так ненавязчиво прикольно пахнет. Ничего из себя особо не представляет. Баночка маленькая. 85 грамм. Но довольно надолго хватает. 70 шекелей. Еще и нужно поискать. Так, хотел вам показать новый чайник, который Аленка где-то раздобыла в крутом магазе. Чайник, значит, придет на смену тому, в который мы завариваем ромашковый и разнотравный чай каждый день. Поэтому нужная для нас вещь. Что-то там какой-то немножко не помытый. Ты его мыла или нет? Надо его было сполоснуть. Но прикольный. Смотрите, вот такой чайник. Керамика. И что прикольного? Прикольного, во-первых, его вид прикольный, необычный. Цвет прикольный, необычный. И носик. На удивление, этот носик очень удобный. Оно реально не переливается. У нас проблема с тем нашим предыдущим из Исинской глины. Как мы понимаем. Мне писали там, такой чайник из Исинской глины у нас на каждом рынке продается. И все такое. Я понимаю. Но вы поймите, что если мне его привезли оттуда, и у нас таких нет ни у кого. Вот в чем прикол. Так что, тот останется, наверное, для чего-то. Для особых случаев. Для особых случаев, да. Он был не очень удобный. Вот. Что еще? Какое удобство? Смотрите, вот эта крышка. Это очень круто. Потому что вам... Нет крышки, которая упадет, разобьется, потеряется. Что-то это. Но с другой стороны нужно чем-то его накрыть. То есть, он специально для чая. Внутри есть вот такое ситечко. Ситечко тоже прикольное тем, что оно именно длинненькое. Вы можете набирать не полностью весь чайник, да. А ситечко достает до его практически низа. Вы можете буквально налить себе сколько вам нужно. Значит, он такого же объема. 600 миллилитров мы померили. И открывается... Вот так и закрывается эта штука. А? А, 900 миллилитров. Ух ты, ну вообще. То есть, штука эта здесь прикреплена. И она его крышка. И она прихлопывается. Я бы, наверное, предпочел бы, если бы здесь еще была какая-то резиночка. Знаете, для плотности там или как-то для приятности. Но резинки рассыхаются. Так что, может, и все равно, что ее нет. Зато есть крышка сверху. И она никуда не потеряется и не разобьется. И не упадет. Ну, вот, а у чайничка все время, знаете, когда вот так вот переливаете, нужно придерживать крышку, чтобы она не слетела, не разбилась. Крутяк! Тем более, что это Аленке досталось на халяву. На халяву тебе досталось? На халяву досталось. Она купила другие вещи в магазе и ей дали этот на халяву. Короче, 73,90 стоит чайник. Алена говорит, фирма Arco Steel. По крайней мере, у нас известная в Израиле. Не знаю, как в других местах. Вот такая штука есть. У нас новая. Кстати, фирма и дали это. Субтитры сделал DimaTorzok наш персональный будильник можно сказать не знаю если вам нормально слышно может быть не настолько не настолько вы прям чувствуете то что чувствую сейчас я ничего страшного 10 часов утра не 8 уже хорошо удивительная просто невероятно удивительная слышимость то есть ощущение что-то делать буквально соседней комнате за стенкой второе то что у людей нет минимального представления о том что если собираешь какой-нибудь шкаф или что-то то можно подстелить например хотя бы одеял я так делаю так ребята пока нам бублик не помешал потому что он очень сильно метит сюда запрыгнуть и все нам сбить я вам должен сказать что сегодня у меня день про который я всегда забываю каждый год я забываю об этом не ни разу по мне было ли или может быть только один раз за все мое пребывание в израиле было так что я не забыл то есть годовщину день годовщину когда я приехал в израиль и сегодня это еще не он он будет завтра но я уже готовлюсь то есть буквально через два с половиной часа на самом деле чуть больше потому что мы прилетели утром получается знаете как день рождения можно сказать второй день рождения отмечаю вот в этот раз я могу таки уже отметить но заранее чтобы завтра завтра забуду потому что вот так вот 21 год в израиле давайте так для всех кто еще раз не знал сколько я лет в израиле для всех кто там задается этим вопросом мучается по ночам в поду просыпается сколько же шален в израиле он наверно новый репатриант раз он такой вообще дедотепный нет ребята 21 год по этому поводу у меня на ли то и не то что здесь написано а другой прекрасный напиток я вам показываю смотрите я вам показывал опять же сегодня потому что а я потом забуду и б потому что она закончится долго хотел себе купить тот вискарь купил и он почему-то очень быстро у меня заканчивается он так всегда когда у вас вискаря мало и был осталось буквально там одна бутылка и вторая на донышке у вас это одна заканчивается быстро но ребята это один из лучших вискарей которых я до сих пор покупал и можно сказать себе позволял сколько же он стоил я забыл это лаговулин 16-летний не 21 летний на 21 еще не заработал это 16-летний вот такая вот лаконичная упаковочка и очень красивая бутылка очень стильная красивая бутылка посмотрите такое бутылочное стекло все испортило конечно же израильская наклейка сверху абсолютно дерево сверху до пробочка из дерева там пробочка из пробочки короче лаговулин понятное дело остров айла это торфяной запах и вкус плюс медицинский это опять же специфическая вещь для ценителей такого вкуса я могу себя отнести к ценителям такого вкуса сам лаговулин принципе в моей рекламе уж точно не нуждаешься не нуждается прямо знаете к этому запаху нужно привыкнуть потому что действительно когда вам спиртовой напиток который должен вроде приносить вам наслаждение он пахнет каким-то чем-то медицинским у вас вроде идет отторжение это не классика медицины но торфяной медицинский и немножко может быть цитрусовые но у многих да есть цитрусовые немножко может быть даже немножко ванильная может быть яблочные нотки но они на заднем плане на первом именно вот то что я сказал пробуем он настолько сбалансирован он настолько плотный и в то же время как бы не доминирующий когда вы пьете вот это то вы понимаете почему вот то что вы брали вчера и дешевле вы больше не хотите брать или вы понимаете разницу вы понимаете разницу что то что вы брали ну окей может быть взять так на распой да а вот это вот вы возьмете себе чтобы налить своему лучшему другу но чуть-чуть и себе раз какое-то время но чуть-чуть все я не знаю как больше еще вам рассказывать и рекламировать виски это нужно макса слушать так что если хотите чтобы макс вам рассказал про логовулин напишите об этом ладно 21 год в израиле у меня сегодня был интересный разговор и меня спросили доволен ли я израилем ну доволен ли я нашей жизнью в израиле я как всегда отвечаю на этот вопрос как бы не ответом а скорее тоже вопросом а как можно в принципе обозначить свою жизнь где-либо в каком-то месте на постоянке да вот доволен или недоволен алена смотрит наши видео с балкона и я вдруг дайте флешбек поймал что типа чё за фигня почему я почему я оттуда вдруг вещаю так вот ребята 21 год это наверное тогда когда вы не можете нормально определить там хорошо вам плохо там правильно неправильно как бы сложилось не сложилось как вот насколько понимаете потому что было всякое было все были была целая половина жизни вот и все и это получается уже моя большая половина жизни она прошла в израиле так что у меня этот вопрос ответа нет с праздником и кстати сегодня лагба омар и у нас запретили вообще в израиле жечь костры а лагба омар такой праздник для массовых кострич и запретили нифигашечки а я типа сидел уже и ждал а их не происходит а там где люди пошли сами жечь штрафы наказание и порицание в израиле за 21 год ничего особо не поменялось в этом плане и